Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем цикл бесед с архипастрием. — Здравствуйте, Владыка! — Здравствуйте! — Тема для бесед мне подсказала ваша книга, которую я держу сейчас в руках. И в первой главе говорится о чтении Священного Писания. Вы обращаете внимание, что Священное Писание постепенно уходит, к сожалению, из жизни христиан. Даже среди верующих, церковных людей мало стали обращаться к Священному Писанию. Почему это происходит? Как вы считаете? — Во-первых, изучение Священного Писания, чтение — это прямая заповедь, данная каждому верующему человеку. Изучайте Писание. И во все времена люди верующие старались Писание знать, причем знать не просто в том смысле, в каком, ну, мы знаем, скажем, «Войну и мир» Толстого или «Преступление и наказание» Достоевского. Мы прочитали один или даже два раза, а кто-то, может быть, три раза. И в общих чертах можем пересказать сюжеты, какие-то основные, так сказать, психологические рассуждения автора. А Священное Писание должно постоянно наполнять жизнь человека. Преподобный Серафим Саровский, который, как вы знаете, в своей котомке всегда носил Священное Писание, книгу Евангелия, он говорил, что сам он и прочитывал его каждую неделю полностью на протяжении всей своей жизни, и говорил, что ум человека должен как бы плавать в Священном Писании. То есть Священное Писание должно быть неким таким постоянно звучащим в сердце и в уме человека Словом Божиим, по которому человек проверяет всю свою жизнь. Все свои поступки, все свои мысли, все свои желания, движения души – все должно поверяться Евангелием, все должно проверяться на соответствии Евангелию или, наоборот, несоответствии ему. Вот поэтому то, что касается, это касается не только Евангелия, но и вообще всего Священного Писания, поскольку оно назидательно и может научить человека абсолютно всему, и самое главное – исполнению воли Божией. Давайте сейчас поясним, наверное, для зрителям, что входит в Священное Писание. Священное Писание – это книги Ветхого и Нового Завета. Ну, для нас, христиан, конечно, более всего важны книги Нового Завета. Это Евангелие, апостольские деяния и послания, и откровения Иоанна Богослова. Но и книги Ветхого Завета, начало священной истории человечества, тоже, да, нас очень важны, назидательны и поучительны. К сожалению, сегодняшний человек читать вообще не любит, ну и, наверное, уже скоро можно будет с полной уверенностью сказать, что не умеет. Вообще, чтение постепенно уходит из нашей жизни. Еще на моих глазах я помню, как мы с гордостью называли себя самой читающей нацией. Ну, пусть это было просто чтение литературы, да, но все-таки в основном классическое. Я очень хорошо помню огромные очереди за книгами, за собраниями, скажем, сочинения писателей. Я помню, как люди сдавали макулатуру, получали талончики, потом покупали какие-то интересные книги. И не просто для того, чтобы украсить им свои комнаты, свое жилище красивыми корешками, золотым обрезом, а для того, чтобы читать. И читали, и передавали друг другу, и спрашивали друг у друга книги, да. Пусть это было не священное писание, это была литература, классическая литература. Она во многом проповедует Христа даже не напрямую, а просто косвенно. Ну, и мы с вами прекрасно видим, что от этого великолепия, от этого пиршества душевного, что осталось на сегодняшний день, люди читают крайне мало. В том числе и очень мало читают священное писание. Это относится, к сожалению, и к верующим людям, к церковным людям. Совершенно нередкий случай, когда вы подойдете к человеку, который ходит в храм, заговорите с ним, и оказывается, что он никогда не читал Евангелие. Я уж не говорю о других, более сложных книгах. Это, к сожалению, приметы нашего времени. И мы, люди церкви, духовенства, должны, во-первых, сами знать Евангелие, и жить им, и жить священным писанием. А во-вторых, конечно, ручить этому людей. Владыка, вы поднимаете еще одну важную тему в книге «Полюбите церковь». Вы обращаете внимание, что священное писание в течение многих столетий, вот это мне тоже заинтересовала эта тема, использовалось только для богослужений. И церковь была против вообще лишения святости священного писания. А почему сейчас надо исследовать? Это сложная тема. Нет, не совсем так. Ну, запрет на чтение священного писания вне богослужения – это, скажем так, практика католической церкви. Это не повсеместная практика. Восточной церкви такого не было. Но он, в общем-то, понятен, психологически понятен и педагогически, я бы сказал, понятен, потому что все-таки священное писание – это тексты очень сложные, тексты, живущие, скажем так, в обширном контексте толкования. И когда человек просто так вот, незнакомый с этим контекстом, не понимающий каких-то принципов, по которым создавались тексты древности, просто вот так вот открывает священное писание, начинает его толковать, абсолютно ни с чем незнакомый, вот так возникают всякого рода секты, всякого рода еретические сообщества, потому что люди не удосуживаются, а порой даже не подозревают о том, что существует определенная традиция восприятия этих текстов. Но это касается любых древних текстов, даже античных текстов. Даже Илиада и Одиссея, Гомеровские, они тоже обросли огромным количеством толкований, без которых будут совершенно непонятны. И без которых человек, прочитав просто несколько страниц, закроет, потому что не поймет ничего. Им будет это неинтересно. А тексты священного писания, они должны восприниматься человеком вот вместе с вот этим большой такой, как бы, цепью толкований, объяснений, историй их возникновения, бытования, вот сами принципы их написания, обращенность к той или иной категории читателей, тех, кто читает эти тексты. Поэтому церковь всегда считала, что священное писание должно обязательно учитывать вот эту церковную традицию его восприятия. Но это естественно, потому что священное писание не появилось откуда-то. Это не книга, которая упала с неба в готовом виде. Это книга, которую составила церковь, отобрав тексты из довольно большого количества других, которые другими словами, по-другому могли писать об одном и том же. Да, все слышали такое, наверное, слово «апокриф». Это тексты, повествующие о тех или иных событиях или явлениях, параллельных тем, которые мы знаем в Священном Писании, но которые церковь не признаны аутентичными, адекватными, потому что первично сама вера церкви, первично само свидетельство, в случае Евангелия, свидетельство апостолов о Христе. Они не узнавали о Христе из книги. Они своим восприятием, своей памятью о Христе проверяли, эта книга подлинная или неподлинная. Она говорит действительно то, что мы видели наши глаза, осизали наши руки и слышали наши уши. Или же она говорит о каких-то совершенно фантастических вещах, которым не место, как в неких апокрифических Евангелиях рассказывается, как о детстве Христа, как он лепил из глины птичек, они оживали у него, улетали у него, ну и прочие такие вот, может быть, милые рассказы, но не имеющие отношения к действительности. Вот поэтому церковь всегда настаивала на том, что Священное Писание нужно понимать в очень обширном таком историческом, экзегетическом контексте. – А как часто современный верующий должен обращаться к Священному Писанию? – В зависимости от своих возможностей, ну, по времени, степени занятости. Вообще есть такое правило, что Священное Писание нужно читать ежедневно. А там уже человек может сам выбирать себе объемы по времени или по главам. Есть добрая традиция читать Новый Завет следующим образом. Каждый день по одной главе Евангелия и две главы Деяния или Послания апостольских. Ну, скажем, сегодня вы прочитали первую главу Евангелия от Матфея и первую, вторую главу Деяния апостольских. Завтра прочитали вторую главу Евангелия от Матфея, третью, четвертую главу Деяния апостольских и так далее. И примерно в одно время они закончатся, то есть подойдут к своему завершению. Вот, мне кажется, вот эта такая добрая традиция церковная, она вполне доступна каждому человеку. Займет это в зависимости от навыка чтения от пяти до десяти минут в день. Совершенно немного. Ну, а Священное Писание Ветхого Завета можно читать как Бог на нашу положит, что называется. Вот. Но в любом случае, чтение это необыкновенно назидательно, и в древности, вот как раз я там говорил в этой книжке, и в древности было главным и основным чтением каждого христианина, каждого верующего человека. Спасибо, Владыка. До свидания. Спасибо. Добрый день, братья и сестры. 29 октября мы чтим память святого мученика Лонгена Сотника, который стоял при кресте Господнем во время его казни на Голгофе. Мученик Лонген был военнослужащим римской армии и находился под властью римского прокуратора Понтия Пилата. И именно он со своим отрядом стоял при кресте на Голгофе, когда был распят Господь наш Иисус Христос. Он являлся свидетелем последних минут жизни нашего Спасителя и тех чудесных знамений, которые произошли в момент смерти нашего Спасителя на кресте. И именно он, Лонген, видя эти знамения, с торжеством сказал в своем сердце, и вслух произнесятся такие слова. Воистину, сей человек был Сын Божий. И позже, когда нашего Спасителя сняли со креста, то Лонген вместе со своим отрядом охранял в хрод, в пещеру гробовую, где находилось тело нашего Спасителя. И именно он со своим отрядом стал также свидетелем чудесного воскресения нашего Господа Иисуса Христа из мертвых в праздник Пасхи. И именно ему иудеи, священно начали, первосвященники, книжники, фарисеи предлагали плату за то, чтобы они сказали, что вот тело Иисуса Христа, тело Иисуса Занзарета, выкрали его ученики, апостолы. Но они не поддались этому скушению и, видя это чудо воскресения, оставили воинское служение, приняли крещение от апостолов. И Лонген удалился на свою малую родину в Каппадокию вместе со своими двумя соратниками, с подвижниками, воинами. И там они, будучи свидетелями этих священных событий воскресения Христа из мертвых, с горячей проповедью обращались к жителям. И многих жителей Каппадокии обрастили в христианство, так что весть об этом дошла до первосвященников и книжников иудейских. И они упростили Понтия Пилата, чтобы он туда послал отряд и умертвил Лонгена и его друзей. И вот когда римский отряд воинов пришел в Каппадокию, то Лонген их встретил при входе в свое селение, пригласил в свой дом, угостил трапезой и воины не знали, что этот есть тот человек, которого они ищут, чтобы арестовать и предать суду. Лонген им сам открылся, узнав цель их визита. Воины смутились и сказали, чтобы он мог идти на все четыре стороны, мог спрятаться, убежать. Но Лонген не согласился и сказал, нет, я буду верным Христу до конца. И он упросил их исполнить свой воинский долг. Действительно, он был арестован и обезглавлен. Тела их Лонгена вместе со своими друзьями были похоронены в Каппадокии, а головы Лонгена и его двух сподвижников были отвезены Понтию Пилату для свидетельства его казни. Понтий Пилат с презрением приказал головы мучеников выбросить за пределы города Иерусалима на мусорную яму. И однажды одна благочестивая женщина, придя в храм, будучи слепой для исцеления, во сне увидела Лонгена, который попросил ее взять его голову, обрести и предать земле. И когда женщина восстала ото сна, то она попросила отвезти ее на это место, где лежала голова Лонгена, где была мусорная яма, и там она обрела эту главу. Прикоснувшись к ней, она получила исцеление, прозрение и с благоговением взяла с собой голову Лонгена мученика, отвезла ее в Каппадокию и там предала земле. Вот такая удивительная история. Мученик Лонген, видя страдания нашего спасителя, видя минуты его блаженной кончины, мученической кончины за человеческий род, видя те знамения природные, затмения солнца, землетрясения, уверовал во Христа, тем более в виде его чудесное воскресенье из мертвых. И вот дай Бог и нам с вами сегодня, каждый раз вчитываясь в Евангелие, освежать в своей памяти те священные события, которые были задолго для нашего рождения, потому что веру в Бога нужно себе всегда возделывать, поддерживать, подобно тому, как мы с вами поддержим свое тело. Если мы будем его питать пищу и поить водой, то рано или поздно наше тело умрет. Так и душа наша станет черствой, если мы не будем его питать Словом Божиим, для того, чтобы в нашем сердце была искренняя вера. А вера в Бога всем нам помогает не только жить и выживать, преодолевать трудности, испытания, болезни, скорби, которые встречаются в жизни каждого человека, но самое главное – достоинство веры в Бога, то, что вера в Бога всем нам помогает оставаться людьми, в самом себе сохранить чистоту образа Божия. Вот чего вам и себе, уважаемые братья и сестры, я искренне желаю. Да хранит вас милосердный Господь молитвами святаго-мученика Лонгина. Добрый день, братья и сестры! 30 октября Святая Церковь чтит память святых мучеников-бессредников Косьмы и Дамиана Аравийских. Они жили на рубеже III и IV веков и прославились своим врачебным искусством, которым они врачевали всех страждущих, нуждающихся в лечении несчастных людей. Но помимо врачебного искусства, они в своем деле применяли и свою веру. По благодати Божией они были наделены даром чудотворения. По молитвам к Богу они исцеляли безнадежных больных, от которых отвергалась, отрицалась современная медицина, не могущая им помочь обычными медицинскими средствами. И вот по молитве святых мучеников Косьмы и Дамиана Аравийских больные и страждущие получали исцеление от своих, казалось бы, неисцелимых болезней. И когда они прославились, кто с ним стал толпами приходить, народ, жаждущий исцеления. И они вместе с верой проповедовали воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Скоро об этом весь дошла до правителя того местности, Киликия, язычника Лисия. И он приказал мучеников привезти к себе. Расспросил их, чем они занимаются, каким средством они исцеляют людей. И, услышав о Христе, он предложил им принести жертвы языческим, ложным богам. Но Косьма и Дамиан отказались и сказали, что мы веруем только в Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога, истинного Спасителя. Разгневавшись на такие слова, правитель Лисии приказал их жестоко бить и связавши бросить в море. Но чудом Божиим Косьма и Дамиан были спасены. Ангел Божий освободил их от уз и вывел невредимыми из моря. И когда они вновь предстали пред правителем той местности, Лисий был удивлен. Каким чародейством вы смогли это сделать? Научите меня, и я буду также чародействовать. Но Косьма и Дамиан сказал, нет, мы не знаем никакого чародейства. Нам помогает всеблагая сила Божия, потому что мы исповедуем Иисуса Христа своим Спасителем, своим Богом, своим Искупителем. Услышав эти слова, Лисий вновь прогневался на них, приказал их бросить в огонь. Но и огонь, потеряв свою силу чудом Божиим, не пчел телам Косьмы и Дамиана никакого вреда. Тогда ожесточенный правитель Лисий приказал их привязать к дереву и бросать в них камни, и стрелять их стрелами из лука. Но совершилось чудо, Господь оберегал своих подвижников. Камни и стрелы отлетали от тел мучеников, как от стены, и поражили тех, кто их мучил. И, озверевшись от безумства, Лисий приказал усекнуть и головы мечами, что и было сделано. Они предали свою жизнь за веру во Христа. Наверное, один из самых главных подвигов христианства – это подвиг мученичества. Казалось бы, отрекись от Христа, отрекись от Бога, и тебе сулят долгую, счастливую, сытную, богатую жизнь. Но христиане, подвижники, особенно первых веков христианства, когда была очень сильна вера, прекрасно понимали, что какая бы эта жизнь сытая, красивая, богатая, земная не была, но любая жизнь рано или поздно имеет свойство заканчиваться. И с собой в иной мир ничего не возьмешь. Ни дворцы, ни деньги, ни троны, ни яства, ни дорогие вина. Мы с тобой возьмем только духовное богатство, а именно наши добрые дела и наши добрые поступки. И вот святые мученики Косьмы и Дамиан Аравийские показали нам пример сегодня живущим, что и мы с вами должны держаться крепко верой во Христа. Ибо если мы достойно принесем свой земной крест, претерпевая обиды, всевозможные искушения, болезни, скорби, то и мы, уподобляясь этим мученикам, можем тоже войти в Царствие Божие, которые Господь приготовил для любящих Его и верующих в Него. А ведь известно, что Царствие Божие нудится, то и достигается усилиями. Если мы с вами внимательно почитаем Новый Завет, Евангелие, то увидим, что Господь наш Иисус Христос в общем-то никому легкой жизни здесь на земле и не предлагает, а напротив предупреждает нас, кто хочет идти за мной, отвержить себя, возьми крест твой и следуй. И вот я желаю, чтобы мы с вами, имея в памяти подвиг мучеников костьмы Дамиана Равийских, также были тверды в своих убеждениях, в своей вере к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Здравствуйте! От наших телезрителей поступил такой вопрос. Что такое просфора? Давайте вспомним о том, что просфора – это и хлеб приношения. Само слово просфора переводится как приношение. Еще в книге Левите описано, что необходимо приносить в храм Соломонов хлебоприношение. Церковь служит на квасном хлебе. Что есть квасный? То есть за кваской. Пекутся они и благочестивыми людьми, или монахами, или незамужней чистой женщиной. Используется самая лучшая мука, используется святая вода, немного соли, кипяток. И этот хлеб испекается в виде двухсоставной формы. Нижний чуть больше, а верхний чуть меньше. На верхней части печатается печать. Когда тесто еще не застыло, до испечения ставится печать. Просфоры бывают большие, бывают малые. Почему же просфоры двухсоставные? Нижняя часть изображает материальное, человеческое, земное. Наш мир, в котором мы с вами живем, а верхняя часть более малая. Она изображает небесное, духовное, божественное. Как и во Христе два естества – божеское и человеческое, так и двухсоставные просфоры – дает нам об этом память. На богослужении используется пять больших просфор. Самое главное из них – это агничное. Агнец – это как ягненок, из которой иссякается сердцевина, кубообразный хлеб, который как раз и используют в евхиалистическом каноне, где присуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христову. А те части, которые остались после отрезания агнца, они называются антидор, как вместо, анти – вместо, и раздаются на богослужение после литургии тем, кто не смог причаститься по тем или иным причинам. Вторая просфора – богородичная, в память о Пресвятой Владычестве нашей Богородицы. Изымается частица и укладывается на дискос справа от него. Третья просфора – девятичинная. Из нее вдоль, в три ряда, вырезается девять частиц. По каждой частице поддельно по чину святости. Вырезаем за Иоанна Предтечи, за святителей, за пророков, апостолов, праведников, мучениц, целителей и за того, или Иоанна Златоуста, или Василия Великого, литургию, которую мы служим. Третья просфора у нас – за здравие. Мы упоминаем патриарха, правящего митрополита и за всю землю, и о здравии всех живущих. Четвертая просфора – о упокоении. Вынимается частица о том, о тех, кто уже почил в Бозе, кто ушел от нас, кто покинул этот мир, но мы не забываем их и памятуем о них в молитвах наших. Итак, у нас агничная, богородичная, девятичинная, заздравная и за упокоенная просфора. Маленькие просфорочки, которые мы берем в лавки, это именные, где вынимается частица конкретно за человека, за которого мы сетуем, за которым мы беспокоимся, о здравии молимся мы, о путешествующих ли, о недужных ли. Также малые просфоры вынимаются из-за упокоения, если человеку полгода или год памяти. И частицы, которые мы вынимаем из просфор, после святого причастия, ссыпаются в чашу с кровью Христовой со словами «От мы, Господи, поминавшися здесьдея, кровью Твоей честную». Именно поэтому в церкви поминаются на литургии только крещеные люди, ибо за них вынимаются частицы, как это членов церкви. Вынимаются и влагаются в часть, в чашу с кровью Христовой. Таким образом, ветхозаветная жертва перешла в новозаветную. Из того состояния бескровности и жертва бескровная переносится. И мы с вами, как часть маленькой, каждый из нас маленькая часть Вселенской Церкви, мы являемся теми участниками это величайшего действия молитвы друг за друга в искупительной жертве Христа. Таким образом, просфорки, просфоры, являются неотъемлемой частью богослужения. Конечно же, просфоры можно взять домой, разрезать их на небольшие части или оставить так, как есть. Потреблять их нужно только натощак с молитвой на принятие просфоры и святой воды. И так они хранятся, но чтобы не допускать их заплесневелости. И если даже, не дай Бог, такое случится, необходимо это принести в храм, чтобы там надлежащим образом они предали сожжение. Сожжение 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 Продолжение следует...